Но тем не менее, откуда их брать? У кого заберем? У медицины? У культуры? Или из какой еще сферы? Министерство финансов сейчас работает над возможными источниками финансирования. Что можно сделать за счет конвертации нынешних облигаций? Что можно сделать опять на счет Латвии Суас Рады с телевизией центра? Что можно сделать на счет бюджета? То есть рассматриваются разные возможные варианты финансирования. А что с телевизиным центром? Продадим? Нет, но мы знаем, что как раз те конвертированные облигации, которые покупались в прошлый раз, как раз это было сделано Латвии Суас Рады с телевизией центра в прошлом году. То есть там некоторые вопросы таким образом были решены. Сейчас Министерство финансов работает над источниками финансирования. Но прежде чем реально говорить о реальных деньгах, важно договориться о том сценарии, который будет реализован. Поскольку сейчас консультанты работают над двумя сценариями. Что оба акционера пропорционально повышают капитал AirBaltic. И другой сценарий, что государство окупает AirBaltic и полностью становится владельцем AirBaltic. Лично вам кажется, какой сценарий был более выгоден для нашей страны, для нашего государства? Для этого у нас есть финансовые консультанты, которые сейчас эти сценарии проверяют. Из пяти сценариев, которые предлагались, мы оставили два по совету консультантов. И сейчас над этими сценариями работаем. Но какой сценарий более выгоден, это также зависит от результатов переговоров с акционером меньшинства. Но мы также знаем, что одновременно правительство выдвигает ряд условий для того, чтобы вкладывать деньги в компанию. И это касается как изменения или отменения акционерного договора, который, в принципе, ставит государство в невыгодное положение. И строить отношения между акционерами в соответствии с коммерческим законом. Также это вопрос о отставке председателя правления господина Флыка. Вы настаиваете, что Флыка нужно сменить? Да, но государство как акционер высказало господину Флыку недоверие. И выдвигает также на заседании акционеров вопрос о смене председателя правления. Мы считаем, что это должен быть профессиональным менеджером в отрасли, который сможет обеспечить возврат компании к рентабельной работе. Вот вы упомянули договор, который нужно менять. Но в каком году был подписан этот договор? Вчера господин Науглиц был у нас в гостях в студии. И он говорил о том, что договоры 2009-2010 годов связывали отчасти правительству руки в том, что правительство не могло вовремя получить доступ к финансовым документам, чтобы понимать, что происходит в компании. Но ведь эти договоры 2009-2010 годы подписывали в то время, когда вы были председателем правительства. Ну, здесь нужно уточнить. То есть договор 2009-го года подписывался еще предведущим правительством и конкретно министром транспорта Шлэсерсом. И в 2009 году к договору были внесены некоторые поправки. Есть консолидированная версия договора. Но те поправки мы могли нести, но только те, о которых мы смогли договориться с, опять же, акционером меньшинства. И, скажем, на принципальный пересмотр условий акционерного договора акционер-меньшинства в то время не был согласен. Но ситуация была несколько другой. В том бизнес-плане, который предоставил господин Фликс правительству в прошлом году, было предусмотрено, что AirBaltic как в прошлом году, так и в этом году и в следующих годах будет работать с миллионной прибылью. Мы видим, что вместо обешанной прибыли компания работает с огромными убитками. И именно поэтому мы не можем продолжать вкладывать в компанию, действия которого не соответствуют тому бизнес-плану, который он представил правительству. То есть вы хотите сказать, что те первые неверные шаги, которые были сделаны в стране правительства, были сделаны при господине Шлессерсе? Да, я думаю, что была допущена принципиальная ошибка, поскольку когда САС выходил из AirBaltic, право первопокупки было государству. И нужно было эти акции купить у САС и потом еще решать вопрос о привлечении другого стратегического инвестора. Вместо этого эти акции были проданы Балты из авиации Systems, то есть некоторая СИА, которая принадлежит частному лицу. И к тому же также были продолжены те пункты акционерного договора, которые раньше были САС. Поскольку есть одна ситуация, когда есть стратегический инвестор, большая серьезная компания, как САС, и такой акционерный договор. А другая, когда это некая СИА с физическим лицом, как акционером. И такого рода поступок был полностью необоснован. Но потом еще был еще один министр, господин Герхардс, и вы были премьер-министром. Почему в это время не пытался изменить ситуацию в лучшую сторону? Конечно, мы этот вопрос также выдвигали. И Министерство транспорта во время господина Герхардса этот вопрос тоже выдвигало. Но проблема в том, что изменить акционерный договор без согласия Балты с авиацией с Systems невозможно. В СМИ даже звучали версии, они привлечили господина Флика к ответственности, может быть, даже к уголовной, к административной, за нанесение какого-то ущерба. Насколько вам кажется, это реально? Министерство транспорта предоставило нам информацию насчет действий господина Флика. То есть, как не соответствует его действиям бизнес-плану, также и о возможных нарушениях господина Флика. И сейчас Министерство транспорта вместе с Министерством юстиции и госканцелярии этот вопрос рассматривает. Спасибо. Давайте к другим темам. На прошлой неделе, на позапрошлой неделе медики и просто жители, которые живут не в столице, скажем так, в регионах, в Цессисе, в Кулдуге, вышли с протестами на улицу. Давно не выходили, но вот последнее. Представили против сокращения финансирования медицинской отрасли. И речь идет о том, что не хватает денег на оказание первой неотложной помощи. И вот я хочу процитировать своих коллег, которые пишут, вернее, даже депутата Дома, депутата Григола, которые пишут, что Домбровский салгал медикам. Мы пообещали выделить недостающие 6 с лишним миллионов. Да, они якобы были выделены, но статьи были совершенно другие. Непосредственно на оказание неотложной медицинской помощи денег выделено не было. Это было, правда, неделю назад. Разъясните, какая ситуация на данный момент? Да, ну, во-первых, нужно сказать, что действительно дополнительные средства были выделены. 6,6 миллионов латов. И еще есть договоренность о предоставлении еще 6,1 миллиона лата. Что касается распределения этих средств уже в медицинской сфере, это уже в первую очередь ответственность самого Министерства здравоохранения, который находится в руках союзов зеленых и крестьян, который представляет там же госпожа Григола. То есть это первый вопрос к министерству, каким образом средства распределяются. То есть у нас уже было предусмотрено, что в этой неделе мы будем рассматривать этот вопрос правительстве, где Министерство здравоохранения будет идти с предложением, как эти средства распределить, с учетом того, что выделяется еще 6,1 миллиона лат дополнительно. То есть вместе это 12,7 миллионов латов. И в соответствии по запросу Министерства здравоохранения этот вопрос был на неделю отложен. То есть будем рассматривать следующую неделю, но очевидно у Министерства здравоохранения еще идет процесс согласования с отраслью. То есть вы хотите сказать, что критика это исключительно предвыборная риторика? Это явно предвыборная риторика. Но это ваши партнеры по коалиции. Кстати, как работает Кабинет министров? Тоже последнее заседание по работе. Насколько трудным было решение? Мы были журналисты за дверьми, не слышали, насколько... Вы вышли и сообщили об общем решении, но насколько оно было сложным, это принятие решения? Ведь вы того же министра сообщения Ауглиса очень критиковали, что он якобы затягивает там процесс. Как сейчас вы себя чувствуете, насколько комфортно с партнерами по коалиции? Да, ну заседание, конечно, было сложным, было много политической риторики вокруг этого вопроса. Но мы знаем, что действительно этот вопрос рассматривается уже в правительстве в течение нескольких месяцев. В течение этих нескольких месяцев также правительством был дан ряд задач министерству транспорта. Но эти задачи не выполнялись. Именно поэтому я поставил задание господина Ауглиса все-таки выполнить те задачи, которые правительство уже предоставило. И тогда уже приходить на правительство с вопросом о Air Baltic. Но Министерство транспорта по мере возможностей эти задачи выполнило. Но, соответственно, мы смогли прийти к тому или к другому решению. То есть кабинет пока работает и, скажем так, ситуация под контролем. В результате, что совсем плохие отношения по партнерам по коалиции пока... Кабинет работает. Конечно, вся эта предвыборная риторика мешает работе коалиции. Но надо учитывать, что да, выборы приглашаются. И партии больше думают о том, как они будут выглядеть перед выбирателем. Они не о том, как реально работать. И в этой связи не могу не спросить, прокомментировать слова Валдеса Заттерса. Он мне сказал, что после выборов нужно создать более сильное правительство, нежели и сейчас. Поскольку кабинет министра Валдеса Наброскиса уже больше не может оправдывать возложенное в него доверие. Вот он сказал, наш бывший президент Валдес Заттерс. В общем-то, такой, как ранее нам казалось, ваш, в первую очередь, такой партнер в ближайшее время. Потому что то, как Валдеса Заттерс поддерживала идеи Заттерса о распуске Сейма и дальнейшие шаги, говорила о том, что, скорее всего, у вас будет самое естественное сотрудничество. Вот прокомментируйте теперь его заявление о том, что ваш кабинет министров исчерпал себя и нужны более сильные политики. Ну, что я могу сказать? Опять же, явная предвыборная риторика. Тот же господин Заттерс еще недавно, когда он оканчивал работу как президент, публично говорил о том, что работая правительство, он доволен. Что случилось? Это изменит речь в Балтийском университете. Ну, не только. Даже еще после этого, когда были последние дни его как президента, его просили давать оценку также работы правительства, он дал положительную оценку. Что случилось за эти два месяца? Ну, наверное, приближаются выборы. Нужно думать о том, что падают рейтинги у партии Заттерса и так далее. Но, наверное, это такого рода проблема. Да, у них рейтинги падают, но пока они выше, чем у Вена. Ты бы, может быть, вы можете сказать пару слов о том, с чем новым идет объединение, кроме того, что у нас стала единой партией, более монолитной, единой, на эти выборы? Или же программа, которая была подготовлена год назад, она остается лишь корректировкой, ну, настолько, сколько требует нынешняя ситуация? Да, но мы как раз никаких экспериментов не предлагаем. У нас есть экономическая программа, которая сейчас обновлена, как в связи с новоэкономической ситуацией, так и с учетом опытов, которые мы проанализировали, опыта Эстонии, Финляндии, Германии в разных сферах. И мы считаем, что сейчас время для каких-то экспериментов. Ситуация довольно сложная как в Латвии, так и глобально в мире. И сейчас проводить какие-то там либеральные эксперименты или другого рода эксперименты, как предлагают другие партии, мы считаем, что не время. То есть сейчас время развивать экономику. То есть мы делаем упор на стабильное развитие, на развитие производства, на развитие экспорта, повышение конкурентоспособности страны, окончание программы стабилизации экономик в Латвии и так далее. То есть это те вопросы, на которые мы делаем упор. То есть без резких движений, я правильно поняла? Ну, без резких движений, но ориентированно на стабильный прирост экономики. Последний вопрос маленький. Вы знаете, практически все партии в своих программах написали, что они оратуют за то, чтобы снижать налоги. Что касается налогов, то мы предлагаем вводить моратории на 3 года на повышение налогов, то есть налоги больше не повышать. И тогда уже по мере бюджетных возможностей налоги уменьшать и в первую очередь уменьшать налоги на рабочую силу. Спасибо. На этом пока сегодня все. Приятного вечера. Продолжение следует...